Но вообще-то у вас там не весело сейчас? Нет, ну как тебе сказать, не то что не весело. Мне иногда, знаешь, самому нравится. Я иногда так захожу, знаешь, люди задают какие-то вопросы. Вы говорили там то-то, вы говорили там то-то. Люди добрые, я не помню, что я говорил три года назад. Я захожу в этот ролик, знаешь, слушаю, да, действительно, говорил. Но понимаешь, в чем прикол? Этого человека уже нет. Тот, что говорил. Его уже нету. Я не знаю, что тот человек говорил. Я о том человеке могу говорить точно так же, как вот я сейчас говорю с тобой. И с ним могу поговорить на какие-то темы. Потому что за три года, может быть, я три года назад что-то и говорил. Но на самом деле... Добавилось, знаешь, дело в том, чтобы я был более заинтересован в этом всем процессе, потому что, знаешь, я буду, если я серьезно приму, это свое научное знание буду вылаживать. Но мне, знаешь, каждый раз надо знать, что я от этого что-то получу. Нет, смотри. Смотри, каким мы образом делаем. У тебя есть компьютер, точно такой же лэптоп, как у меня. У тебя есть точно та же версия, которая есть и у меня. Just do it. Просто делай. Понимаешь? В наше время называется бизнес со скоростью мыслей. Вот у меня в последнее время, знаешь, вот всегда... Помнишь такой фильм, мультфильм был о 80 дней вокруг света? Они очень спешили, у них было очень мало времени, и они постоянно вот спешили, и там постоянно шла вот эта тема, что каждый день какой-то имел такую пословицу или еще что-то. Как они это все... Ну, вот это филиосфок. Ну, наше поколение должно помнить. Я не знаю, может быть, ты молод же, у меня там лет на 10, наверное. Вот. И смотри. Да. И вот у меня в последнее время постоянно, вот сейчас, на данный момент, вот эта фраза «Бизнес со скоростью мыслей». Это книга, которую написал Билл Гейтс. Я прочитал эту книгу где-то в году 95-м, может, 6-м. О том, вот сейчас, как мы видим вот этот компьютерный мир, это было то время, когда вот тот компьютер, на котором ты сейчас сидишь, ты даже не представлял, что такое может быть в мире. Мы собирались студентами, мы приходили к одному человеку, у которого был компьютер, и мы сидели, по 10 человек, мы просто смотрели, как он играл в игру. Потому что только он мог себе позволить компьютер в то время. При том, что в то время этот компьютер имел памяти столько, сколько на данный момент в планшете уже умещается. Таких компьютеров 1200, понимаешь? Вот были такие времена. Своим детям рассказываю. Знаешь, я всегда им говорю, можете себе представить, есть такой момент, когда... Ну, можете себе представить, компьютеров не было. Они говорят, не могут. Они родились, они уже были, понимаешь? А я родился, их не было. Я вот увидел этот процесс зарождения. Знаешь, с чему вел? За... Это самое. За информ... Да, за информацию и за все остальное. То есть, у тебя такой же лэптоп, как у меня. У тебя на канале у меня есть, если не знаешь, как пользоваться, есть такая программа, как называется, CeliSoft, которая... Регистратор из экрана. То есть, ты можешь все, что ты говоришь, записывать, добавлять себе на канал и в дальнейшем, как бы, использовать вот это все. Если это будет кому-то интересно. Теперь смотри. Вот я это заметил. Вот герой вот этой нашей программы. О чем мы говорили, чтобы ты увидел. Вот, значит, я не могу сейчас перебросить, показать, как я ее сюда залепил. Но, значит, потому что внизу, по внешнему виду, я уже вижу, что здесь плавают довольно-таки интересные мицелий и мицеллярный материал, который потенциально в дальнейшем может жить. Вот. И вот тот, в принципе, то, что я тебе хотел сказать. Вот это тот резоморфный мицелий. Так выглядели сзади. А ты вот эту центральную часть под микроскоп смотрел? Нет, конечно. Надо было посмотреть, если там орган... Хорошо. Знаешь, когда меня возьмут на работу в Гарвард, в Гарвардский институт, который занимается там микологией и микробиологией, то я смогу посмотреть это в электронном микроскопе. А в моей лаборатории, знаешь, когда у меня сегодня стоит в очереди, что я сегодня должен мешки помешать, завтра там пшеницу сварить, а послезавтра засеять, то реально возможности что-то с этим делать, какие-то манипуляции, просто нету технической возможности у меня. Тогда знаешь, как сделать вариант? Контролируй цветовую гамму. Знаю, ну смотри. А когда она меняется, на какие расстояния... Смотри, давай так ближе... Донечка, поставь аккуратно на микро. Просто. Смотри, как мы с тобой можем сделать. Как с научным сотрудником. Я думаю, что ты бы и для меня... Как восприятие культуры вешенки шиитаки для себя, где лучше забрать, как оплатить. Отличный вариант. Вот сейчас мне добавить список контактов, отправить. Сейчас, секундочку. Значит, смотрите. Значит, с клеткой мы поиграться. Мне кажется, небольшая там есть проблема вообще с ними поиграться. Так получается, знаешь, вот я сейчас... Так получилось перед страстной... Алло, слышишь меня? Да, да. Перед страстной получилась вот эта неделя у нас. И отправочку на Грузию я не смог сделать. И так понял, что что-то мне не позволило ее сделать. Видать, были какие-то причины, которых я не знаю, но почему-то она у меня не отправляет. Понимаешь? А я всегда к этим вещам отношусь объективно. Объективно, по факту, у меня не получается. То есть не успеваю. Это не потому, что я не хороший человек, или у меня клеток этих нет. Именно, что не получилось. Далю. Сейчас, секундочку. Далю. Добрый. А кто це звонить? Вадимчик, будь просьба, чуть пизднейшему не поразвонит. И я зараз просто нуля, я к ним уже поразвоню. Окей? Значит, смотри. Получилось, что... На Грузию. Потому что, видно, надо будет сделать как-то правильно это событие, своевременно. И получилось в это страстную... Они не захотели клетки ехать, скажем так. Ну, не захотели. Они никак не хотели ехать и все. И получилось, что я их не отправил. Вот такая... Что решится? Проблема? Нет, это не проблема. Проблема... У нас нету проблем. Это печалька, маленькая. А? Как говоришь? Печалька. Да, печалька, искренне, немножко неудобно, что я людям своевременно не смог ну, выполнить вот заказ. Но дело в том, что я вот решил, они у меня просто брали там вешенку простую М5. И еще одно тебе скажу. Я сегодня пришел в лабораторию. Сейчас вывел... Это бомба. Сейчас, подожди, будем сначала писать. Алло, алло. Слышишь меня? Мысль появилась. Следующий... Нет, не то, что мысль появилась. Я тебе сейчас такую штуку расскажу, что... Сейчас, секунду.